Как известно, сегодня в мире с диабетом живет один из 11 человек. При этом каждый второй заболевший не знает о своем диагнозе. Тогда как только в Тверской области этот диагноз поставлен, ни много ни мало 50 тысячам человек. В рамках федерального проекта «Борьба с диабетом» в Тверскую областную клиническую больницу поступило уникальное оборудование экспертного класса, которого ранее не было в нашем регионе. Оно поможет диагностировать и лечить пациентов на новом уровне. Подробности в нашем сюжете. Когда Виктору было 23 года, он резко похудел. Сбросил сразу 20 килограмм. Появилась усталость и слабость в ногах. Родные настояли, чтобы он обратился к врачу. Я весил тогда 80, похудел до 60. При общении с людьми у меня был запах ацетона изо рта, тяжесть в ногах. Мне посоветовали сдать кровь на сахар. И у меня 21 миллимоль. Я сразу госпитализировал в больницу. Сразу поставили диагноз сахарный диабет и стали вводить инсулин. В этом году стартовал федеральный проект борьбы с сахарным диабетом. Его цель — остановить развитие тихой эпидемии. Так её называют врачи. Причина в том, что сейчас уже каждый четвёртый россиянин болен с сахарным диабетом второго типа. Либо находится в группе риска. По федеральной программе в Тверскую областную клиническую больницу было закуплено новое оборудование для лечения этого недуга и его последствий. Стали доступны те виды исследований, которые раньше было сложно сделать в Тверской области на амбулаторном этапе. Это, конечно, позволило нам полностью перевооружить наш диабетический центр. Сейчас он стал эндокринологическим. И, конечно, такие специальности, как офтальмология, полностью заменили современным оборудованием. У нас сейчас оборудование не хуже, чем в Институте Гельмгольца. И это всё для наших пациентов совершенно бесплатно по территориальной программе помощь оказывается. Чаще всего встречается сахарный диабет второго типа. Он возникает из-за лишнего веса, малоподвижного образа жизни, избыточного употребления калорийной пищи, отягощённой наследственности. С таким диагнозом в Верхневоложье зарегистрировано 47 тысяч пациентов. Реже встречается сахарный диабет первого типа. Он развивается из-за того, что возникает сбой в иммунной системе. И организм начинает разрушать собственные клетки, которые вырабатывают инсулин. Таких пациентов в нашей области 2800. Повышенный сахар в крови, словно коррозия, разъедает все органы. Страдают почки, нервы, сердце и глаза. Пациенты с сахарным диабетом погибают от инфарктов, инсультов, а ещё теряют зрение. Для борьбы с этим побочным эффектом по федеральной программе ВОКБ полностью обновили отделение офтальмологии. Два лазера поставлены. Аппарат для проведения оптической конгерентной томографии. Это аппараты для проведения периметрии. Самое высококлассное современное оборудование, которого ранее у нас не было. Оборудование экспертного класса. И теперь пациенты с сахарным диабетом, это, прежде всего, безусловно, они, могут получать помощь, которая ранее была, скажем так, недоступна. Новое оборудование установлено в кабинете первичного приёма. Теперь там проводят диагностику на новых аппаратах. Также закуплен аппарат последнего поколения Ангиокоте. На нём проводят уже углублённые исследования. Он единственный в Тверской области. Одним из осложнений является поражение сетчатки, которое приводит, в свою очередь, к снижению зрения, слепоте и инвалидизации пациентов. Основными заболеваниями являются диабетический макулярный отёк и пролиферативная диабетическая литинопатия. Так вот, оснащение именно новым современным оборудованием позволяет своевременно выявлять необходимую патологию и вовремя направлять пациентов на лечение и при необходимости оказывать лечение непосредственно здесь. Диабет-болезнь очень коварная. Часто у пациентов страдают нижние конечности. Иногда на ногах появляются язвы и другие серьёзные осложнения, которые в конечном итоге могут привести даже к ампутации конечности. Поэтому в состав регионального центра вошёл кабинет диабетической стопы, где проводят приём хирург. Для кабинета закупили новое кресло и оборудование. Больные с диабетом, особенно с длительным текущим диабетом, они маломобильные. Оно позволяет более детально, более удобно для пациента провести осмотр. Скалер с определённым набором фрез. У больных часто поражается стоп, возникает гиперкератоз. Гиперкератоз обрабатываем стопы. На кресле это делать удобнее гораздо. И мини-доплер тоже как скрининг, поражение сосудов. Вылечить диабет полностью невозможно. Но если заниматься спортом, постоянно контролировать уровень сахара в крови и придерживаться диеты, можно вести полноценный образ жизни. Виктор живёт с этим недугом уже более 10 лет. Сейчас его состояние стабильное. А всё благодаря работе школы диабета, которая открыта в Тверской областной клинической больнице. Там пациентам рассказывают все нюансы по питанию и не только. Как правильно подсчитывать количество хлебных единиц? Потому что хлебные единицы — это углеводы. Углеводы, соответственно, повышают уровень глюкозы крови у наших пациентов. Поэтому принцип питания и подсчёт хлебных единиц наши пациенты должны знать обязательно. Потому что большая часть из них получает инсулинотерапию сахтоснижающей препараты, которые могут приводить при неправильном питании к развитию гипогликемических осложнений. Обучаем технике введения инъекций наших пациентов, потому что очень многие у нас переходят на инсулин впервые. В Тверской области по поручению Игоря Рудени действует программа обеспечения детей бесплатными датчиками измерения глюкозы в крови. После обращения к главе региона родителей принято решение продлить проект на время обучения ребёнка в ВУЗе или колледже до 21 года. Программу предоставления датчиков продлим не только для ребят, проходящих обучение в СУЗах или ВУЗах, но и для работающих молодых людей. Сказал Игорь Рудениев, самый надёжный способ следить за своим здоровьем ежегодно проходить диспансеризацию или профосмотры, в рамках которых сдаются анализы, в том числе и на определение уровня глюкозы в крови. Субтитры создавал DimaTorzok